Всем привет! Меня зовут Александр. Последние пару недель я занимался разработкой своего салвера термодинамики. И сегодня я бы хотел с вами поделиться своим опытом по этому поводу. Ну и, возможно, рассказать, что вы интересны о термодинамике, о чем вы, возможно, раньше не задумывались. Здесь я мышью таскаю каленвалы поршни, чтобы показать, как на это, собственно, реагирует газ. Для каждой точки газа рассчитывается плотность, импульс внутренней энергии, из которой, соответственно, можно вывести все, что угодно, включая скорость, температуру, давление, дропею. Здесь я демонстрирую работу теплообменников. С синей штриховкой показаны теплообменники, которые отнимают тепло в газа, то есть понижают его температуру, понижают давление, и видно, как газ стремится резко заполнить образовавшуюся область пониженного давления. Если отключить теплообменники, то любое возмущение в газе постепенно переходит в его внутреннюю энергию, то есть в тепло, повышая его температуру. Обратите внимание, что возмущение быстрее распространяется в горячей среде, чем в холодной. Это объясняется тем, что оно передается со скоростью звука, которая пропорциональна корню температуры. Настало время, собственно, запустить двигатель с триллингом. Для этого я назначаю правому теплообменнику температуру ниже, чем левому, и таким образом за один период обращения двигателя часть тепловой энергии, которая течет между ними, переводится в механическую энергию вращения коленвала и маховика. Двигатель работает тем эффективнее, чем выше разница температур теплообменников. Здесь, вы видите, я играю с температурой теплообменников, и, соответственно, двигатель вращается быстрее или медленнее. Так как этот двигатель с триллинга совершенно симметричен, можно поменять теплообменники местами, и он будет вращаться в противоположную сторону. Сейчас я это продемонстрирую. Может показаться, что этот двигатель вращается не особо быстро. На самом деле он вращается со скоростью звука в холодном цилиндре, и именно эта величина ограничена его максимум нескорость вращения. Разумеется, у большинства газов, с которыми мы встречаемся в быту, скорость звука гораздо выше, поэтому двигатели стерлинга на них тоже работают гораздо быстрее. Далее пара слов по тому, как это, собственно, работает. Солвер стоит из двух частей. Первая часть отвечает за динамику твердых тел, поршни, коленвал, маховики и все такое. А вторая часть отвечает, собственно, за динамику газа. Интересное начинается на солвере газовой динамики. Это разрывный метод Калеркина на регулярной сетке. Потоки между ячейками считаются через решение задачи Риммана распада разрыва. Как можно видеть на профиле в правой части экрана, вся физика считается примерно за 150 микросекунд на кадр. Пожалуй, самой сложной частью всей этой затеи было корректно рассчитать взаимодействие движущихся поршней с газом, потому что они представляют из себя практически движущиеся граничные условия на регулярной сетке, а это очень неудобно рассчитывать. Если же отключить оба теплообменника, можно видеть, как газ постепенно нагревается в результате нескольких циклов сжатия и разряжения, потому что любое возмущение рано или поздно переходит в тепло. Тут я еще раз демонстрирую, как давление повышается с повышением температуры и понижается с ее понижением. На последоке я еще раз запускаю двигатель стирлинга и на этом с вами прощаюсь. Оставьте комментарий, что вам понравилось и над чем вы считаете стоит еще поработать. Пока!